Телекомпания «Вид» представляет. Добрый вечер. В эфире программа «Как это было». 23 августа 1989 года, в день 50-летия со дня подписания пакта Молотова и Риббентропа, вдоль трассы Таллин-Рига, выстроились около двух миллионов человек. То есть живая цепочка длиной 600 километров. В течение минуты люди держали друг друга за руки и скандировали «Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова После той минуты единения прошло полгода. Сейм Литвы принял решение о выходе республики из состава СССР. За это проголосовали 96% депутатов. У нас в студии Эдмундас Ганасаускас, известный литовский журналист. АПЛОДИСМЕНТЫ Эдмунд, скажите, пожалуйста, что тогда происходило в Литве? Все-таки стоя скажу, потому как увидел первые кадры, опять вспомнил. Все-таки 7 лет как-то уже позабылось, а сейчас аж неловко говорить. Я даже прослезился, глядя на те кадры, что вы уже показали про Балтийский путь. Обстановка была такая. С одной стороны, мы почувствовали дуновение или дыхание свободы. И это вселяло большую надежду, оптимизм. Это была радость. С другой стороны, мы все-таки чувствовали, что это будет непросто. Что это... Так за спасибо никто эту свободу нам не вернет. Но у вас все-таки было внутреннее ощущение, предощущение того, что танки все-таки рано или поздно войдут? Во всяком случае, их было такое нагнетание напряженности было очень-очень очевидным. Еще 18 марта был митинг. Вот прошла неделя практически после проглашения акта независимости. И уже над этим митингом на малой высоте, ну, метров 250-300, один за другим шли транспортные самолеты Ил-76. Они по кругу. Множество самолетов один за другим. Ну, вот такое воздействие на людей. Ну, и потом началась в апреле экономическая блокада. И вот, Эдмонд, и все-таки танки вошли. Что вы тогда делали? Я могу сказать, что все эти дни практически не только я, а очень многие люди, когда уже это началось, я хоть и имел, работал в газете, но мы тогда были больше гражданами, чем какими-то специалистами. Потому как люди видели свой долг в те дни быть возле парламента, быть возле объектов, которые там уже, которые уже как были данные, что они будут их, значит, будут брать. Вы были там? Я, можно сказать, жил там неделю. Я очень редко на пару часиков прибегал домой. Написал только маленькую. После первой пролитой крови, когда нас выгоняли из дома печати. Правда, я тоже 11 числа, когда штурмовали дом печати, наше высотное здание, 17 этажей, и всех там выгнали с пустыми руками. И там уже одного парня, полковник Кустре, прострелил лицо очереди из автомата. Мой главный свидетель Лоретта Шлякини. Лоретта, а что вы делали 12 января? Что? Вспомните? Давайте вспомним подробно этот день. Как мы узнали по радио, работа тогда работала, что уже был оккупирован дом печати, и тогда мы уже знали, что надо идти. Ну, кто хотел? Просто это не было. Потому что люди, это просто уже, как говорится, ты с Литвой, да, ты за свободой, ты должен как-то, что ты... Вот. А скажите... Это вот в пятницу уже я оказалась около башни, да, с другими по работе, подругами, да. А сколько у вас было? Было много. Это уже люди просто побежали. То есть это практически была вся ваша ткацкая фабрика, да? Нет, 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 не фабрика, это шли из всего города. Из всего города. Да, и были, как, ехали люди всей Литвы. Даже приехали автобусами, на машинах, и всей Литвы просто. Это были такие, как... Приехали с флагами, с песнями. Ну, это... Я не знаю, как мне это выражать словами. Просто это было такое соединение людей. И вы как бы встали, да, в живое оцепление, окружили эту башню? Нет, нет, нет. Это... Нет, просто ходили вокруг. Это... Мы пели песни, да. Это нас поддерживало просто, потому что мы не имели ничего с собой. Мы как безоружные. Мы как сами оружие были. Ну что ж, спасибо. Я хочу представить вам моего следующего свидетеля. Это Эгле Бучелите. В 91-м, как, впрочем, и сейчас, ведущая новостей литовского телевидения. Прошу вас, проходите. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. В этот день, 12 января, как я понимаю, вы были на работе. Да, я на работе была и 12-го, и 11-го, и 10-го, и 9-го. Мы практически уже весь январь, все телевидение работало и днем, и ночью. И, значит, мы следили за обстановкой. Шли трансляции из Сейма, что происходит там. Шли трансляции из площади вокруг Сейма, потому что там была уже толпа людей, как море. Там были, показывали, перебивали новостями самыми свежими. Я в пятницу как пошла, то вечером только пришла, переночевала. Даже не ночевала, просто я все время слушала радио. Вот так. Если что, я пойду так, около вашей, потому что мне рядышком, как говорится. Ну, чем им питались, люди приносили какие-то бутерброды? Да, вот это самое, что люди приносили и чай, и кофе, бутерброды, и блины, все, что могли. То это, я вот, просто у меня тоже было, я не увидела, что только можно, вот, люди так вот, идите, кушайте, вы голодные, которые приехали из других городов, деревень. Это они же, они приехали, были такие люди, которые неделю прожили. То есть многие просто жили там на площади, да? Значит, в тот момент, когда подходили танки, вы были вместе? Да, мы были вместе, мы тогда встали около самой-самой башни, да, а там вокруг башни есть такая дорожка, да, и через несколько метров люди сделали такую, как это сказать, цепью большую, живая цепья, да? Живая цепь, да. Да, мы, наверное, из каких-то, шести-семи рядов. Человек человеку, да. И когда уже танки появились около самой башни, уже начались стрельбы, они стреляли все время. Были такие пакеты такие зажигающие, это был дым, когда этот танк стреляет, это уже даже уши как заглушило. А не было солдат впереди или вокруг танков, были? Было, потому что уже начинала, как, окопировать, это, я вот как стояла около самой-самой башни, за меня есть стеклянная стена, вот, ту сторону, где самый, как, вход, да, там я видел, как солдаты вот с этими... Автоматами. Автоматами дают людям по голове, стреляют. Это уже просто... Они уже начали, как сказать, свою работу, если можно так выражаться. Мы, я помню, кричали, Литва, Литва, фашисты, стыдно, это будет по-литовски геда. И в какой-то момент я шла назад, да, вот, и меня ноги спутались, да, то там как дорожка, потом есть такая вот борьба, да, вот как почти здесь, да. И я упала на спину, как вдруг перед глазами увидела этот столб пушки, да, танка, вот так вот, ствол, да, и гусеницы, вот эти. Я... И всех сил кричала, но... И хотела немножко, ну, как подвинуться, да, на спине, но я немного почувствовала, как мои ноги зажимают. Чувствовала, как в этой гусенице, вот так вот, не через снов. Я кричала, и всех сил, я ничего больше не слышала, только свой голос. Я все время кричала, мама, и всех своих сил. В какую-то минуту, наверное, я подумывала, на миг, что это, наверное, все. Ну, и такие мысли, но я знаю, за что. Ну, я видел, танк остановился, мои ноги были зажаты. С одной стороны, я чувствовала, что лежит человек, но кто это, мужчина или женщина, или это моя подруга, я не знала, я не могла видеть. Я лежала на спину, и все кричала, и видела, как люди, мужчины стараются, они машут руками и стараются отодвинуть руками этот танк, они что-то кричат. Я, может, понимала, что они уже видят, что люди по танкам, да? Этот танк немножко, он как-то поворачивал, да? И тогда я почувствовала, что мне что-то в ногах как, ну, лопнуло такой вот. И тогда танк поехал назад. И в то время мне почувствовала, что меня кто-то вытащивает, да, вот, от спины. Уже это мне сразу полегчило, потому что я уже, этот танк уже начал ехать назад. Ну, конечно, у меня шоковое состояние, я сознание не потеряла, но у меня был такой, да, ужас, я, ну, это просто словами не выражать. Сейчас меня подобрали люди, да, они, трое мужчин, они меня взяли на руки и отнесли от этого места. И я этих мужчин спрашивала, где мои ноги, я не чувствую своих ног, и где моя подруга? Они говорят, ну, мы не знаем, мы не знаем. Ну, все, потом уже меня повезли в больницу. Телецентр должна была штурмовать группа «Альфа» и Пскопская дивизия ВДВ. Это было уже после событий в Баку и после событий в Тбилиси. Военные не хотели рисковать и очень волновались. Вообще это странно. У нас есть пленка тех времен. Вот послушайте, что говорили в то время по радио те, кто должен был штурмовать башню. Броня пришла на место и начала действовать. Я понял, прием. Быть на месте, закрыть все трюки, наблюдать. На том, успех. Быть в готовности, получить команду. Стоять на месте. Успех. Я в баре 16. Прием. Это у вас стреляет, прием? Я «Зенит-22». Я «Зенит-22». Я «Зенит-22». Не стреляй. Не стрелять из больших коробок. Как понял, прием. Убедительно тебя прошу прекратить огонь из танков. Я хочу вызвать еще одного свидетеля, который в то время не находился в городе Вильнюсе. Этот человек был в Москве. Вы его все хорошо знаете и, надеюсь, любите. Это Татьяна Миткова. Танечка, скажите, пожалуйста, вы помните тот день 12 января? Конечно, я его помню очень хорошо. Но лучше всего я помню вечер и ночь этого дня. Я тогда работала. В 21 час программа «Время» вышла с репортажем политического обозревателя. Я не буду называть его фамилию. С репортажем из Вильнюса, где говорилось о том, что в городе все спокойно. Ни одного танка на улице нет. Люди гуляют, люди отдыхают. И все это злобные инсинуации и провокации сил, которые пытаются дестабилизировать обстановку в Братской Республике. Но после этого стало еще более очевидно, что говорить то же самое – это просто невозможно. Сказать то, что происходит на самом деле, нам вряд ли дадут. Потому что цензура вымарывала целые страницы, абзацы, выбрасывала целые сюжеты. Но в январе эта ситуация достигла своей пиковой точки. И когда я сверстала весь выпуск, написала весь текст, естественно, сюжет из Вильнюса, который мы получили в обход всех официальных разрешений, просто благодаря сочувствию Министерства связи, сочувствию Вильнюсского телецентра. Это же все деньги большие. Мы получили этот сюжет, естественно, нам его выбросили, вычеркнули весь текст, который оказался событием в Вильнюсе. В общем, из папки объемом, по-моему, в 35 страниц у меня осталось страниц 15, которые содержали информацию о событиях в Узбекистане, на Украине. Ну, нечто такое, что даже второстепенным назвать было по сравнению с Вильнюсом нельзя. Это было просто где-то на 10-м месте. И нам стало совершенно очевидно, что сейчас на карту поставлена не просто наша репутация, репутация журналистская, что мы все стоим перед выбором. Выбором нравственным, профессиональным, если угодно политическим. Мы все, я имею в виду, те, кто делал этот выпуск. Это ведущие, это редакторы, это режиссеры. Ну и в такой своего рода кульминационный момент – это визит первого заместителя председателя, Петра Николаевича Решетова, в редакцию, который пожелал сам прочитать, что же там у меня написано. Он отложил мою папку в сторону и продолжал писать что-то. Я пригляделась, он простым, обыкновенным таким простым карандашом какой-то жуткой желтой бумаги писал какой-то текст. Это было 3,5-4 страницы, рукописи. Как потом выяснилось, точнее очень скоро выяснилось, этот текст содержал официальную позицию советского правительства в отношении вильнюсских событий. И мне было предложено заменить все, что я написала про вильнюс и вильнюсский репортаж, вот этим текстом. Я взяла эти листочки, сказала, что мне нужно время, чтобы принять какое-то решение. Я вышла в коридор, где стояли мои коллеги. Время уже было 11 часов, то есть до выхода в эфир оставалось уже менее полутора часов. Но нам всем было совершенно очевидно, что нужно принимать какое-то решение, принимать его немедленно. И как-то не сговариваясь, мы пришли к одному и тому же выводу. От выпуска, от эфира не отказываться. Потому что отказаться – это самое простое. Сейчас мы откажемся от эфира, и значит в эфир пойдет то же самое, что было в 21 час. То есть ложь. Но и читать это тоже нельзя. И я предложила Решетову и главному редактору компромиссный вариант. Я сказала, вызывайте диктора, и он прочтет это официальное сообщение. Они тогда не почувствовали опасности этого решения. И они согласились на это. И вызвали диктора, очень хорошего информационного диктора Лену Коваленко. Мне в тот момент ее было безумно жаль, но она не имела права отказываться. Это была ее работа. И все, что было в ее силах – прочитать этот текст максимально нейтрально и отстраненно. Что она потом и сделала. Ну, до эфира у нас оставался еще приблизительно час. И тут я подумала, что хоть решение и найдено, но оно не всеми будет принято и понято. Потому что все равно сказать то, что мы хотели сказать, мы не можем. Все равно в эфир пойдет ложь. И мы должны каким-то образом показать, что мы знаем, что происходит в Вильнюсе, и что нам просто не дали об этом сказать. И я вспомнила, что я буквально за неделю до этих событий посмотрела в компании друзей совершенно великолепный фильм режиссера-документалиста Андрея Никишина, который назывался «Литургия». Я думаю, что в Литве его хорошо знают, этот фильм. Вообще в Прибалтике знают. Фильм, как бы сейчас, может быть, сказали телевизионные критики, о росте самосознания народа в Прибалтике. Музыку и слова изумительных совершенно песен в этом фильме написал Юрий Балабанов, такой бард, поэт, музыкант, певец. И я поняла, что вот, если мы покажем фрагмент из этого фильма, естественно, об этом никто не будет знать, никакая цензура, мы никого об этом не поставим в известность, мы сделаем это сами, то мы скажем все, что нам не дали сказать. Я позвонила Андрею, он жил на улице Королева, рядом с телецентром, рядом с прудом. Он каким-то чудом, вот, наверное, это просто судьба, он оказался дома. Я сказала ему, Андрей, нам срочно нужен твой фильм. 40 минут до эфира. Он сказал, ну он уже у меня только на бытовой кассете, его же надо переписать на профессиональную технику. Ну я сейчас приеду. Он приехал, привез эту кассету. Его каким-то образом пустили в телецентр, хотя в 12 часов ночи уже никто не выписывает пропуска. А он прошел. И мы закончили выпуск этим фрагментом. Сейчас в Литве находится делегация Верховного Совета СССР. Она встречалась с тысячами людей, ветеранами, рабочими, женщинами, студентами. Люди высказывали свое возмущение действиями руководства республики и просят защитить их от произвола и насилия. Это была официальная версия того, что предшествовало вводу действиям войск в Вильнюсе и Каунасе. И, к сожалению, это вся информация из Литвы, которая оказалась возможной для ТСН. Мне помнится у Брегеля В зиме Впервые Я почувствовал пространство Холодное, как скрип сани Просторное, как плащ ломался Пространство воли Заключенный в холст И усеченной гранью черной рамы Пространство чувства Собрано в гость Привычными руками Из-под кистей Зима просилась вон И растекалась с уреком И стужей По загрунтованному По дну И силилась Махнуть наружу Поля твердели Стыли города При сиянице Пенели В странном танце И растекалась Мертвая вода Пластами В ледяном пространстве И все в меня Как будто перешло И все во мне Как будто отразилось На зло пространство Времени на зло Моя дорога Смыслом озарилась И после того, как эфир закончился Коридор просто вымер Мне сказали, что Решетов в ярости Выбежал из коридора Он Видимо просто Ну он конечно Не мог этого ожидать Точнее не из коридора А из своего кабинета Он ушел раньше Успокоенный Предполагая, что Все будет в порядке Что Всех удалось построить Укротить И так далее Вот А мы Ну мы какое-то время еще Были на работе Нам очень много было звонков Из Вильнюса Из Вильнюса звонили Из Риги звонили Благодарили нас Сказали, что мы все поняли Мы все поняли Звонили незнакомые люди Но наш телефон Уже многие к тому моменту Звонили Вот это меня потрясло Больше всего А когда я приехала домой События в Вильнюсе Уже начались И самое последнее Мое впечатление Это звонок В два часа ночи С Вильнюсского телецентра Мне звонил Руководитель Я даже сейчас не помню Его должность Но мы с ним все время Сотрудничали Он руководил Группой репортеров Информационной службы Саулюс Сандецки Сын известного Корреспондента Да, в тот момент Он, наверное, был корреспондентом Но мы все время С ним сотрудничали Он давал нам информацию Перегонял нам сюжеты И он мне позвонил И я слышу в телефоне Звуки выстрелов И такой гул Потом уже мне Мне сказали Что это были танки Гул и выстрелы Он сказал Я звоню тебе Из нашей комнаты Из нашей студии Он объяснил мне Что происходит Что стоят танки Что начался штурм Что уже есть погибшие Мы разговаривали Несколько минут И последние его слова были Прости, я вешаю трубку Они уже выламывают дверь И на этом разговор оборвался Я в 13 января Был последний человек Которого видели в экране Я практически Когда они заняли Наше телевидение Телевидение погасло Мне сидя в студии Вот И после всех этих событий Когда мы были в Каунасте Работали Когда было занято Наше телевидение Там тоже было В первые дни Было очень Страшно В смысле что В том смысле Мы знали как Эти солдаты Как военные Как Советский Союз Что он делает И что он может сделать Это был опыт в Вильнюсе Это были танки И мы уже Боялись Что опять Этого же самого Не случилось И во всей Литве И в один день Пришел человек Который Принес мне Самое дорогое Что он имел Я его фамилию Даже скажу Бронислава Юаджус Он брал Берлин Он ветеран войны Ему это было дорогое До этого времени Он принес мне Этот Медаль Орден 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 Принес и отдал его Он сказал Я больше Выразить свою Благодарность Я думаю Что это не мне Это вот Ко всей Литве Практически Я думаю Что я только Представитель Такой Какой-то И Он сказал Если Будет Так Что они Опять придут Может быть Я смогу Вас спасти Отдавая Себя Вместо вас Итак Ларята Вы провели В больнице Полгода Нет В больнице Три месяца Три месяца Три месяца Потом дома Я Потом дома Вы еще Восстанавливали Свои силы Да Это было долго Как я понимаю Я В работу вышла После девяти месяцев И вот смотрите Значит Вроде бы Потом Никто уже Не оспаривал Да Стремление Литвы К независимости Литва стала Членом ООН Не было ощущения Что в принципе Вот Зря тогда пришли К телецентру Можно было не ходить Все самой собой Вроде бы и свершилось Не было такого ощущения Нет Никогда Никогда Вот видите как Вот бывает Камешек Переворачивается В океане И меняется Вся вселенная А человек думает Что от него Ничего не зависит Вот вы пришли Туда И может быть От этого Да И произошло Это чудо Спасибо вам Спасибо Я хочу сказать Что вот С этих событий Моя жизнь Так перевернулась Как я Сама говорю Что Это мне Значило Мне опыта дали Все эти события Вот Опыта дали На всю жизнь Я просто Другими глазами Посмотрела На все Как сказать В глубины А что потом Какие планы были На жизнь Чем вы стали заниматься Ну я Вернулась на работу И работала И продолжаете работать По сей день Там же Нет Теперь я не работаю Сейчас нет Да Нет И теперь дома У меня Два детей Девушка и мальчик Двое детей Поздравляем вы Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok